приветствую вас на моем канале в этом ролике мы вяжем красивую шапку декорированную бусинами с изнаночной стороны я декор не выполняла бусины пришиты только с передней стороны я вижу на обхват головы 53 сантиметра на 8 лет высота шапки до убавок 15 сантиметров высота макушки 6 половиной сантиметров ширина шапки 20 сантиметров очень красивая нарядная дочки очень понравилось подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео я буду вязать из остатков пряжи у меня тесла нагато супер со стопроцентный меринос на 50 грамм 125 метров возникла такая ситуация что куртка у дочки розового цвета а ботинки весенние белые помощи шапки решила эти цвета я объединить начинаем вязание с пряжи розового цвета на спите 40 сантиметров номер 4 обычным способом набираем 88 петель число петель для узора должно быть кратно 8 набрали нужное нам количество петель плюс одну петлю набираем для замыкания вязание в круг соединяем вязание в круг следим за тем чтобы косичка наборного ряда нигде не перекручивалась и смотрела в центр круга снимаем петлю с левой спицы накидываем на нее петлю с правой спицы затягиваем и возвращаем нашу соединицную петлю на левую спицу повесим маркер начало ряда начинаем вязание резинкой 2 на 2 только один раз и только первую петлю мы провязываем лицевой за заднюю стену далее лицевые вяжем за переднюю 2 изнаночные за переднюю стенку 2 лицевые 2 изнаночные довязываем ряд до конца резинкой 2 на 2 следующих рядах над лицевыми вяжем лицевые за переднюю стенку над изнаночными изнаночные за заднюю стенку формируем резинку 2 на 2 всего нам надо провязать 10 рядов резинкой закончили формирование резинки провяжем 3 ряда лицевой гладью лицевые вяжем за передние стенки изнаночные изнаночные за задние следим за тем что петли не скрещивались всегда вяжем за ближайшую стенку провязываем 3 ряда лицевыми петлями после этого вводим в работу нить белого цвета и один ряд провяжем лицевыми во втором ряду нитью белого цвета чтобы не было ступеньки при переходе первую петлю после маркера снимаем далее петли вяжем лицевыми при переходе на нить другого цвета 2 ряд всегда будем провязывать так первую петлю во втором ряду будем просто переснимать далее петли провязываем лицевыми до конца ряда третий ряд нитью белого цвета провязываем следующим образом вяжем 2 лицевые после маркера начала ряда делаем накид далее 5 лицевых накид лицевая это наш раппорт 8 петель повторяем 2 лицевые накид 5 лицевых накид лицевая так будем вязать до конца ряда 2 лицевые накид 5 лицевых накид лицевая навязываем таким образом ряд до конца далее возвращаемся к нити розового цвета возвращаем ее в работу провязываем одну лицевую следующую петлю переснимаем нить за работой а накид который идет за этой петлей мы его спускаем с левой спицы вытянули такую длинную петлю далее вяжем 4 лицевых снова петлю переснимаем на правую спицу накид распускаем провязываем одну лицевую и это наш раппорт повторяем 1 лицевая петлю переснимаем накид распускаем 4 лицевые следующую петлю переснимаем накид распускаем 1 лицевая так довязываем ряд до конца петли перед накидом переснимаем остальные петли провязываем лицевыми следующий ряд это второй ряд после смены цвета поэтому чтобы не было ступеньки первую петлю здесь мы снова переснимаем далее все петли будем вязать лицевыми на те петли которые мы переснимали мы их снова переснимаем на правую спицу нить за работой то есть раппорт наш здесь такой 1 лицевая петлю переснимаем 4 лицевые петлю переснимаем 1 лицевая и так вяжем до конца ряда все петли лицевыми но снятые петли мы снова переснимаем следующий ряд ряд с перехлёстами после маркера начало ряда провязываем одну лицевую далее за работой вводим спицу во вторую третью петлю меняем их местами с 1 так что 1 оказалось сверху провязываем 3 лицевые за передние стенки получился перехлёст наклоном влево далее нам надо выполнить перехлёст наклоном вправо меняем местами третью петлю с 1 2 так чтоб третье оказалось сверху провязываем 3 петли лицевыми сделали перехлёст наклоном вправо провязываем одну лицевую это наш раппорт лицевая перехлёст наклоном влево за работой вводим спицу во вторую третью петлю меня местами с 1 провязываем 3 петли лицевыми перехлёст наклоном влево сделали далее вводим спицу в третью петлю меня местами с 1 2 провязываем лицевыми сделали перехлёст наклоном вправо таким образом будем вязать до конца ряда и далее три ряда провяжем просто лицевыми нитью розового цвета вводим в работу нить белого цвета провязываем один ряд просто лицевыми во втором ряду тоже все петли лицевые но не забываем переснимать первую петлю во втором ряду при смене цвета довязываем ряд лицевыми третий ряд нитью белого цвета провязываем 4 лицевые делаем накид 1 лицевая накид 3 лицевые это наш раппорт будем повторять его до конца ряда 4 лицевые накид лицевая накид 3 лицевые довязываем ряд и далее вводим в работу нить розового цвета провязываем 3 лицевые одну петлю переснимаем накид распускаем следующую петлю тоже переснимаем накид распускаем 3 лицевые так будем вязать до конца ряда 3 лицевые 2 петли переснимаем 3 лицевые следующем ряду все петли провязываем лицевыми а те петли которые мы переснимали мы вновь переснимаем нить за работой то есть 3 лицевые 2 петли переснимаем 3 лицевые Далее у нас снова ряд с перехлёстами, но формировать мы их будем по-другому. Провязываем одну лицевую, делаем перехлёст вправо, меняем местами петли так, чтобы третья оказалась сверху, провязываем лицевыми. Далее за работой вводим спицу во вторую и третью петлю, меняем местами с первой. Провязываем одну лицевую, и это наш раппорт. Повторяем. Одна лицевая, перехлёст вправо, провязываем эти петли лицевыми, перехлёст влево, три лицевые. Довязываем таким образом ряд до конца. И далее три ряда. Провяжем нитью розового цвета, просто лицевыми петлями. Вновь включаем в работу нить белого цвета. Провязываем два ряда лицевыми. Не забываем переснять первую петлю во втором ряду. Третий ряд с перехлёстами будем формировать точно так же, как и первый. Провязываем две лицевые, накид, пять лицевых, накид, лицевая. Так вяжем до конца ряда. Две лицевые, накид, пять лицевых, накид, лицевая. Далее снова вводим в работу нить розового цвета. Все петли провязываем лицевыми. Петли перед накидами переснимаем, накиды распускаем. То есть все то же самое, что мы делали в первом белом ряду. В следующем ряду те петли, которые мы переснимали, вновь переснимаем. Остальные провязываем лицевыми. Далее выполняем ряд с перехлёстами точно так же, как и в первом белом ряду. То есть вяжем одну лицевую. Меняем местами первую петлю со второй и третьей. Делаем перехлёст влево. Далее делаем перехлёст вправо. Меняем третью петлю с первой и второй. И одна лицевая. Теперь нам снова надо провязать три ряда лицевыми розовым цветом. Просто все петли провязываем лицевыми за переднюю стенку. Три ряда. И вновь у нас белый цвет в работе. Делаем точно такие же перехлёсты, как и во втором ряду белой нитью. Два ряда провязываем лицевыми. Третий ряд вяжем следующим образом. Четыре лицевые. Накид, лицевая, накид, три лицевые. Нитью розового цвета провязываем ряд лицевых. Петли перед накидами переснимаем. Накид распускаем. В следующем ряду петли, которые переснимали, вновь переснимаем. Остальные петли провязываем лицевыми. То есть повторяем то же самое. И ряд с перехлёстами. Одна лицевая. Перехлёст вправо. Провязываем петли лицевыми. Перехлёст влево. И одна лицевая. Довязываем ряд. Один ряд провяжем лицевыми нитью розового цвета. Здесь её можно отрезать. Далее будем работать только с нитью белого цвета. Начинаем формировать макушку шапки. Провяжем два ряда лицевыми. Не забудьте во втором ряду первую петлю переснять. После этого все петли нам надо разделить на 4 клина. 88 делим на 4. Получается по 22 петли отсчитываем. Клини разделяем маркерами. То есть через каждые 22 петли повесим маркер. Я разделила шапку на 4 клина. Первая часть. Вторая. Третья. И четвёртая. Далее мы начинаем делать убавки. После маркера провязываем одну лицевую. Далее две вместе с наклоном вправо. Провязываем две вместе лицевой за передние стенки. Провязываем петли первого клина. Вяжем до маркера, не довязывая две петли. Эти две петли нам надо провязать с лицевой с наклоном влево. Мы их разворачиваем. Провязываем лицевой за задние стенки. Далее снова маркер. после маркера всегда лицевая 2 вместе с наклоном вправо в конце клина перед маркером 2 вместе с наклоном влево разворачиваем провязываем лицевой за задние стенки такие убавки делаем в каждом из клиньев следующий ряд провязываем без убавок все петли просто лицевыми убавки будем делать через ряд довязали ряд лицевыми снова нас ряд с убавками после маркера лицевая 2 вместе с наклоном вправо далее провязываем петли клина лицевыми в конце клина перед маркером провязываем 2 вместе с наклоном влево и делаем убавление через ряд пока у нас на спицах не останется 16 петель то есть 4 петли в каждом из клини у меня стало 16 петель провязываем 1 ряд лицевыми попутно убираем маркера не нам больше не понадобится довязываем ряд до конца потом нить можно отрезать вставляем ее в иголку широким ушком и пропускаем через наши петли затягиваем вводим нить наизнанку с изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик уводя по задним стенкам петель теперь отправляем шапку на vto стираем машинки на режиме ручной стирки сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде осталось шапку нам задекорировать но это по желанию я нашла у дочки вот такой набор для создания браслетов здесь много разных бусин буду пришивать бусины леской в эти места бусинки поменьше и сюда бусинки побольше леску под названием прозрачная нить я просто нашла на озоне и вот так обычным способом пришиваем бусинки нужного нам размера вводим иглу вместо прикрепления бусинки подхватываем бусину идем дальше по узорам леску протягиваю прямо в петли я буду декорировать только переднюю сторону шапки во втором и четвертом ряду пришивая бусины меньшего размера в первом и третьем бусина большего размера вот такая красота у нас получается спасибо вам за внимание подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео будем вязать вместе